США и Япония сделали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессии РФ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса подтвердили свою поддержку Украины, которая противостоит полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Госдепа США. Блинкен и Йосимаса провели встречу на полях Американо Японского консультативного комитета по безопасности I. Официального диалога в формате 2 плюс 2 о расширенном сдерживании, а именно о повышении потенциала и надежности союзнической обороны стран от широкого спектра угроз, отмечается в обнародованном релизе. Госсекретарь Штатов и глава МИД Японии подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и обсудили следующие шаги по оказанию помощи украинскому энергетическому сектору. «Мы вместе с Украиной выступаем против войны президента Путина, которая угрожает принципам, лежащим в основе международного порядка, основанного на правилах, в том числе тому, что все нации должны иметь возможность прокладывать свой собственный путь и уважать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность», заявил Блинкен. Также госсекретарь США отметил, что перед лицом этих и других вызовов стороны обсудили пути углубления нашей координации. В том числе в отношении союзнического командования и управления, разведки, наблюдения и рекогностировки совместного и совместного использования объектов и увеличения двусторонних учений. Япония также активизировалась, чтобы помочь нашим европейским друзьям, диверсифицировать свои поставки СПГ в ответ на превращение энергии в оружие президентом Путиным, сказал Блинкен. Как отметил японский министр Йосимоса, российская агрессия против Украины потрясла основы международного порядка, поставив международное сообщество на историческое распутье. Глава МИД Японии подтвердил позицию Токио о том, что агрессия РФ против Украины расшатывает основы международного порядка, обвинил Россию в безрассудной ядерной риторике и атаках по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что стороны согласились продолжать нашу решительную поддержку Украины. Также на встрече стороны обсудили расширением военного сотрудничества между Китаем и РФ. Подтвердили свое решительное неприятие незаконных претензий и принудительных и провокационных усилий и действий Пекина в Южно-Китайском море, а также договорились продолжать тесно. Сотрудничать в решении проблемы Северной Кореи, включая стремление к немедленному решению проблемы похищения людей. Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой заявил, что их страны помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ. Также мы писали о том, что на днях премьер Японии ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин